Домашних дебоширов предлагают наказывать жестче. Сегодня депутаты Мажелиса обсудили поправки в норму закона о противодействии семейно-бытовому насилию. В документе говорится, что агрессора надо сажать на 15 суток вместо пяти. А участковым полицейским необходимо усилить полномочия. Учитываться должны показания соседей, свидетелей и даже сообщения в СМИ, говорят депутаты. Законопроект предполагает переход от заявительного к предупредительному принципу. То есть третьи лица, это те же соседи, могут пресечь преступления еще в начале. Как мажелисмены хотят исключить давление родственников и защитить жертву, расскажет Жанна Алпызбаева. Она сейчас на связи со студией. Жанна, число семейно-бытовых конфликтов в результате пандемии в Казахстане увеличилось. Об этом не раз говорилось. Да, Мадина, за последние пять месяцев число семейно-бытовых конфликтов в Казахстане выросло на 25%. Но только каждое пятое дело доходит до суда. Во-первых, виновата бюрократия, говорит спикер Мажелиса Нурлан Нигматуллин. Во-вторых, особенности ментальности и влияние родственников. Глава Нижней палаты парламента категорично заявил, что надо бить по рукам тех, кто распускает руки. И не забывать об общественных работах. Сегодня правильно в выступлениях говорили, мы активно должны использовать общественные работы. Нарушил законодательство в этой области, вынесли ему 15-2 отсуток, пусть идет метлой машет в том же дворе, где живет соседним. По словам Нурлана Нигматулина, возбудить административные и уголовные дела сегодня мешают родственники и бюрократия. Поэтому необходимо обеспечить четкое подзаконное регулирование, а также координацию работы всех государственных органов. В суд приводят правонарушителя, жертва с ним приходит, извините, все лицо в гематоме, нет по кругу, отправляемся в соответствии с приказом 2014 года. Принесите справку, заключение судэксперта, принесите справку подразделения Министерства образования, Министерства труда. Человек пошел по кругу, конечно из 40-70 тысяч только 8 дойдут до суда. Из этих 8 тысяч, которые были в суде, 40% ушли вообще оттуда без наказания. Путь от правонарушения до наказания просто сократить. Кроме того, предлагается расширить полномочия полицейских в вынесении защитных предписаний. 30-дневный запрет на контакты и общение с пострадавшими и детьми на встречи с ними. И их преследование может выноситься как по фактам бытового насилия, так и по результатам идентификации такой угрозы. А помочь в предотвращении жестокого обращения с домочадцами могут помочь соседи, свидетели и даже сообщения из СМИ. То есть проблему в семье нужно предупредить, а не бороться с последствиями, говорят разработчики законопроекта. Так предусматривается норма предоставления участковому полицейскому права реагирования по фактам бытового насилия на основании сообщений, поступивших от третьих лиц. То есть могут обратиться соседи, родственники, знакомые и даже просто прохожие. Но могут же быть и ложные сообщения. В связи с этим скажите, пожалуйста, какой механизм определения достоверности поступающих сообщений вы планируете использовать? Поводом и основанием как для профилактической работы, так и для административного производства является наличие необходимых данных, которые позволяют быть уверены в том, что факт бытового насилия имел место. Депутация ГИПа Балиева вовсе предложила кардинальные меры. По ее словам, необходимо создать Министерство семьи, детей и благополучия молодежи. Должны появиться семейные суды, а жертвам домашнего насилия нужно предоставлять бесплатных юристов. На сегодняшний день их 18 государственных органов, которые в той или иной степени занимаются проблемами семьи, проблемами детей и молодежи. Настало время, когда в стране должно появиться Министерство по делам семьи, детей и молодежи, задача которого на каждодневном уровне будет благополучие семей, благополучие детей и благополучие молодежи. Как показывает печальная статистика, 57% опрошенных детей в конфликтных семьях не чувствуют себя в безопасности дома, а потому им также нужна педагогическая помощь. Помимо всего вышеперечисленного, исключить парламентарии предлагают и примирение сторон при повторном факте насилия. Одна из норм закона прописывает всего одно примирение в год без санкций. В завершение отмечу, что за поправки в норму закона проголосовали все 97 депутатов единогласно. Спикер Мажелиса предложил ввести нормы в практику до второго чтения. У меня на этом все. Мадина.